Единственная радость в 2023 году для вас будет красиво от вас. И вы, загадывая желание, знаете, вот это пред, когда 1 января, значит, бумажечку, потом шампанское там, ну, выпиваете все это. У вас будет написано, никогда больше в попов, на кухню не приглашать. Нет, все. Потому что на расстоянии мы все прекрасны, но еще в священном писании сказано, враги человеку домашние. Я очень слабый человек, у меня много слабостей. Вы их сейчас не видите, а вреду там домой вы их увидите. И я на вас смотрю, у меня нет никакого очарования. Я и так знаю, что все слабые. И мне не хочется вашей слабости, честно говоря, признавать. Мне хватает тех, которые у меня дома живут. Жена, дети, папа, с мамой у меня тоже есть, прихожане есть. Вот, папа приходится любить. Но надо это честно признавать. И последнее, прежде чем придем к вопросу, потому что я смотрю, там уже кубушка целая. Господь будет нас судить по нашим сердечным намерениям. Как мы можем определить, причем каждый за собой следит, какие у нас намерения. Христос сказал, добрый человек из доброго сокровища вносит доброе, злой человек из злого сокровища вносит злое. От избытка сердца, говорят уста человек. То есть, вот что у тебя в сердце есть, ты и так будешь разговаривать. Поэтому бывает плохая ситуация, и человек добрый, выносит из нее доброе, и продолжает по-доброму разговаривать. Бывая ситуация хорошая, но человек злой. И он все равно говорит по-злому. Добрый человек плохой, добрый человек плохую ситуацию справит в добром, злой человек даже хороший, все равно спорно. И Господь еще говорил, твоими устами буду судить тебя, лукавый и ленивый раб. И от слова сверхоправдаешься, и от слова сверхосудишься. Если я, будучи христианином, говорю человеку, я тебя прощаю, на небе я услышу, я тебя прощаю. Если я проявляю высокомерие и не прощаю, Господь спросит меня за каждое праздное слово. Ты же высокомерный, ты высокой меры имеешь. Ты же смелый, ты же святой. Тогда высокой меры. И Господь говорит, за каждое праздное слово дадите ответ в день суда. И в этом смысле, конечно, как у нас говорили в 90-е годы, следить уже за базаром. Следить надо, что там не сел. И наши слова про нас говорят. Все абсолютно. Не может человек, находящийся в добром состоянии, например, злословить. Это просто невозможно. Поэтому, если кто-то злословит, он должен знать, в священном писании написано, злоречивым в Царство Божие не входит. Мы так привыкли говорить, что там блудники, садомиты, убийцы. Нам сказали про те, кто ссорится с ворливой, тоже не наследует. С ворливый человек, у него явно в этот момент, именно в этот момент, креста нет. Я, например, это по себе всегда замечаю. Было даже такой момент, где у меня махакорбил, я с утра проснулся, поспал как может дольше. А жена в этот момент у меня один по домашнему обучению. Уже успел два часа с депритой заниматься наездом. Я спустился, вижу, что как-то она недостаточно с любовью разговаривает с моей старшей дочерью. И я очень мягко жил от ее стороны и дал ей совет. В общем, ближе к концу дня я, конечно, понял, чем я был виноват. Когда уже, знаете, все было выжжено вокруг. Но понятно, почему это было. Это было высокомерие. Я спустился, знаете, с гора. К ней, значит, отдохнувший, дал совет. Но я помню, что когда жена на меня наехала, я стоял у зеркала, у меня прям лицо было искажено. На моем лице было все написано. У меня была такая жалость к себе. Такое, знаете, непонимание. Но он был при реально искажено. То есть это лицо, вы знаете, вот собаку, покорми кошачьим формом, она лицом будет вторить. Униживаю. А когда, наоборот, у человека доброе состояние, то тоже все на лице видно. Так что, за словами наследили.